Вы услышите сейчас от меня то, что не слышали очень давно, всего одно слово, это Лайфтопия. Итак, ребята, сегодня будет очень интересное видео. Во-первых, я не была в Лайфтопии сколько лет, сто уже. И знаете, мне кажется, не появляться в Лайфтопии хотя бы буквально неделю, ты уже пропускаешь столько, что просто, я не знаю, наверстать это невозможно. Но я, по крайней мере, очень попробую, взяла сейчас мопед и хочу вам показать новых мест в Лайфтопии. И для этого я сразу недалеко отправляюсь. Это новое кафе, оно просто гигантское, и оно появилось сразу около главной площади в Лайфтопии. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Во-первых, кафе выглядит просто очуметь как круто, да. Здесь, смотрите, есть, можно заказать кофе, да, горячий, с горячей водой, с посыпкой, офигеть, сливки, пена, нифига себе. И, блин, капец, кофекон, что это такое? Это, я так понимаю, а, это сливки и эспрессо, офигеть. Ну, короче, блин, место очень классное, только посмотрите, какие здесь десерты, нифига себе. Ребят, конечно, наверное, понимаю, что если бы вы играли в Лайфтопию и здесь уже все это видели, но, поверьте, для меня это новое, и я хочу показать, ну, как бы, тем ребятам, кто не видел еще, да, возможно, кто-то так же редко заходит теперь в Лайфтопию, как и я. Здесь просто реально такая прям настоящая кофейня, не какая-то забегаловка, здесь просто обалденно. Вон терраса есть, камин даже есть, просто, ну, не знаю, очень-очень круто, мне очень нравится. Ребят, но сразу давайте скажу так, без секреток, потому что, искать сейчас секретки, здесь, здесь видео не про это. Итак, почему я так свечусь, офигеть. Итак, ну что ж, тогда предлагаю продвинуться дальше, и, так, где моя тачка, где моя тачка? Мне что, тачку украли, что ли? Э, блин, у меня украли машину. Ладно, придется взять новый транспорт, о, мой мопедик, и сразу тогда едем в ближайшее местечко, это вот сюда. Честно говорю, если кафе я хотя бы представляла, что это, то здесь я абсолютно не знаю. Ого, что это такое? А, это магазин с вот этими как раз миниатюрами, которые, я так понимаю, типа все собирали, да, типа вот миниатюры. Ну, у меня, как бы, я так понимаю, коллекция не очень. О, нифига себе, куда я сейчас перевоплотилась? Так, я поняла, куда я перевоплотилась. Сюда, типа, можно вставить свои миниатюры, но вы это, наверное, и так прекрасно знаете. Я хочу посмотреть, где я вообще нахожусь. Так, ну, блин, какого фига меня откинуло? Блин, место, что это вообще такое за место? Это, типа, как магазин или что? Это, ребят, кто знает, пишите в комментариях, конечно же. Так, ну, а я продолжаю наблюдать. Да, да, здесь, короче, я так понимаю, это нельзя взять... О, это как музей, да? Блин, походу, это как музей. Походу, это реально музей, офигеть. Давайте тогда пройдем дальше. Тут еще второй этаж, обалдеть просто, он просто гигантский. Да, это, короче, музей, я так понимаю, здесь просто можно посмотреть, да? Наверное, ребят, я не знаю. Напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что я действительно не понимаю, что это такое. Но, судя по тому, что если взять нельзя, то это реально музей, в котором просто можно посмотреть, да, все миниатюры, которые у нас есть. Блин, ну что ж, выглядит очень круто, очень прикольно. Мне, блин, это реально впечатляет. Классное место. И это второе наше топ-место, новое место в лайфтопе. Ну, а сейчас мы отправляемся в третье местечко. Для этого мне снова нужен мотоцикл. Куда постоянно пропадает мой мотоцикл? Походу, его воруют. Либо я его где-то паркую и забываю, где. И еду в совсем новое место. Совсем оно, буквально, я так понимаю, появилось у нас в эту пятницу. Я более-менее так слежу за тем, что выходит в лайфтопе, чтобы не совсем быть чукчей. Вот, и я отправляюсь вот в это вот место. Оно совсем новое. Это цветочная хижина. И я так понимаю, что это как цветочный магазин. Да, это реально цветочный магазин. Да, тут можно взять цветы, абсолютно любые. Это очень красиво, очень мило. Не знаю, ребят, какая здесь секретка. Абсолютно не знаю. О, нифига себе. А, тут типа выход. Место очень милое и очень симпатичное. Мне очень нравится. Ребята, напишите в комментариях, как вам вот это тогда последнее уже обновление. Да, вот с этим местечком. Ну, а я отправляюсь уже в следующее место. И там я еще вообще не была. И мне очень интересно. Для этого я даже построю карту. Берем снова мотоцикл. Ребят, я забыла, что здесь каждый раз мотоцикл убирается. Поэтому я уже разобралась, куда он у меня пропадает. Потому что я вообще не знала. Точнее, я уже забыла, как это реально работает здесь в Лайфтопе. И я отправляюсь вот на вот это вот место. На Утилус. Я сейчас буду на Наутилусе. Это просто обалдеть вообще можно. Я не знаю, в Лайфтопе реально придумывают просто какие-то офигенные штуки. Итак, я внутри Наутилуса. Это просто обалдеть. Здесь очень круто. Здесь можно сидеть, смотреть на рыб. Ой, тут есть какой-то пульт. Интересно. Нифига себе! Офигеть! Он, типа, включает тут еще кинотеатр. Офигеть! Тут можно фильм смотреть. Нифига себе! И тут фильм, тут отметки. Блин, ребята, это просто обалдеть можно. А что это такое? Я так понимаю, что это какая-то часть секретки, как будто, да? Ну, я честно не знаю. Просто видно океан. Видно, что под водой. Вы посмотрите, рыбки плавают. Это очень красиво. Очень! Мне безумно нравится. Блин, Лайфтопе, конечно, делает просто нечто. И на Утилусе... О, туалетика есть даже. Нифига себе! То есть, ребята, в море ходить не будем. Итак, давайте посмотрим, что у нас дальше. У нас тут есть бар. То есть, можно выпить, закусить. Угу. И дальше у нас... Так, что у нас дальше? Дальше... О, у нас можно спуститься вниз. Офигеть! Тут что-то трясется прям. Что это такое? Нифига себе! Ребят, я вообще в шоке. Требуется подводный пропуск. Понятно, это типа заплатить-ка. Ну, а вот сюда не требуется. Так, и я не знаю, это что? Стеклянное дно? Блин, ребята, это просто обалдеть. И просто посмотрите. Блин, на Утилус просто очень круто. Блин, гигантский. И здесь, да, и здесь, посмотрите, вот такая его карта. Да, здесь надо сложить детали, я так понимаю. И, наверное, откроется какая-то секретка. Нужно еще две найти. Прикольно, очень прикольно. А, вот еще одна. Ну, слушайте, раз тут так пошло, то можно-то, в принципе, и, наверное, и секреточку разгадать, не знаю. Ну, и осталось найти последнюю. Ребят, найду, покажу. Не найду, не покажу. Я не буду сейчас заострять на этом внимание, да, на секретках. Я просто хочу, если честно, посмотреть новые места, потому что мне самой очень интересно, потому что, конечно, здесь безумно-безумно красиво. И давайте посмотрим дальше. А дальше-то нам и не пройти, да? А, нет, пройти. Все нормальненько, все нормальненько. Мы дальше прошли. Класс, очень классно. Тут, я так понимаю, центр управления на Утилусом. Офигеть просто можно. Вот это просто очень красиво. Ребят, новое обновление. Ну, как бы ничего не скажешь. Просто обалденно выглядит. Мне уже самой захотелось найти эту следующую часть. Последнюю часть. О, отлично, ребята. Ребята, вы понимаете, что я делаю. Как бы сама того не думая, я разгадываю, походу, секретку. Сейчас, наверное, будет какой-то портал. Поэтому бежим. Сейчас вставим последнюю часть. И тогда уже посмотрим, какая здесь секретка. Ребята, кто не знает, это будет очень актуальненько. А, это не секретка. Это подарочек. Отлично. У меня появилась еще одна миниатюра. Ну, а мы тем временем отправляемся в следующее место. Ребята, ну и последнее местечко, в которое я вот переместилась и хочу посмотреть. Это, конечно, новый отель. Да, ребят, ну я думаю, что вы все уже прекрасно знаете то, что у нас в Лайфтопе есть три отеля. То есть у нас есть отель-замок, наш обычный отель и вот в этом, который появился в горах, да. Вот этот новый отель. И, блин, он просто потрясающе выглядит. Он весь стеклянный. Я не знаю, вы просто посмотрите, как он смотрится. Это просто обалденно. Я предлагаю взять номер и посмотреть менеджер, что я не на работу хотела устроиться. А, вот регистрация. Номер люкс, да, наверное, возьмем. Да, у меня есть... Да, давайте сразу перейдем тогда в мой номер. Да, я вот в таком вот люксе. И давайте посмотрим, что у нас здесь такое. Просто обалденный номер. Здесь вот такая... Если честно, во-первых, мне кажется, это самый лучший люкс, в принципе, во всех отелях, которые есть в Лайфтопе. Потому что я только как бы зашла, но вы сами уже понимаете, что смотрится это обалденно. Тут можно вот так вот присесть, нажать, и у тебя будет просто вот так опускаться здесь кинотеатр. Вообще, блин, ребят, это просто супер выглядит. И здесь я захожу, и получается, здесь у нас можно зайти вот в такой кабинет. Ребят, я напоминаю, что это не квартира, это отель. Мраморным столом, блин, это обалденно. И здесь вот такая спальня. Нифига себе, блин, это просто очень красиво. И вот такая ванная. Я бы в такой ванной лежала каждый день и никогда бы из нее не выходила. Выглядит просто, ну, офигенно. Я не знаю, реально выглядит просто офигенно. Ну, тогда давайте я проследую на второй этаж и посмотрим, что у нас на втором этаже. Это просто крейзи вид. Это вообще, во-первых, здесь стеклянная крыша, здесь стеклянное все. Здесь вот такой потрясающий вид на все. Фух, ребят, это просто любовь. О, можно вниз посмотреть, офигеть просто. Это просто офигеть. Еще одна потрясающе красивая спальня. Таким бы видом, если честно, я бы, мне кажется, с кровати не вылезала. И вообще из дома бы не выходила. Потому что вы просто посмотрите, вот так вот тупо сесть и вот просто смотреть на горы и вот так вот среди гор жить. Это просто обалденно. Ну, или можно вот так вот внизу. Представляете, я тут сижу, у меня тут Брайс ходит, я ему вот так вот постучу вниз. Ну, давайте посмотрим, что у нас дальше за комнаты. О, здесь еще одна ванная, которая тоже, конечно, я не знаю, просто обалденная. Выглядит потрясающе. Ого, здесь такая реклама Oral-B. Я не знаю, но выглядит просто супер. Ребят, считаю, вот это место, я не знаю, просто обалденным. Ну, и, конечно, вид на крышу. А, тут то есть терраса вот такая. Блин, ребята, ну... Йоколе Мене, Лайфтопия может.